Соединёнными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что права могут быть всегда только они. Они действуют так, как им заблагорассудится. То тут, то там применяют силу против суверенных государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против нас». Чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные резолюции международных организаций. А если по каким-то причинам этого не получают, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом. Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно было в это поверить, но в конце 20 века в одной из европейских столиц по Белграду в течение нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары. А затем последовала настоящая интервенция. Что разве была резолюция Совет Безопасности ООН? ООН, по этому вопросу, разрешающая такие действия. Ничего подобного. А потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН о Ливии, когда вместо обеспечения бесполетной зоны, так называемой, тоже начались бомбежки. Была и целая череда управляемых цветных революций. Понятно, что люди из тех стран, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив. Но эти чувства просто цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. В результате, вместо демократии и свободы, хаос, вспышки насилия, череда переворотов. Арабская весна сменилась арабской зимой. Как заявил президент, политика Запада по сдерживанию России продолжается и сегодня. А по словам Путина, Россия всегда стремилась и... Продолжение следует...